Приветствую вас. Давайте сразу скажем о том, что если вы от своей, как вы говорите, влюбленности молодого человека потеряли покой, то, вероятно, речь идёт не о влюбленности, а об элементах любовной зависимости. И, соответственно, обо всём том, что сказал мой коллега, то есть про идеализацию, про то, что вы истосковались по нормальным отношениям, это всё так. Это всё так, тут я даже спорить не буду. Это всё действительно так. Но, вы говорите про приворот, что, в общем-то, вызывает ни много ни мало большую тревогу за вас, потому что, когда человек говорит приворот, он снимает с себя ответственность, к сожалению. Вот. Человек снимает с себя ответственность за себя, то есть как бы вот транслируя, да, как бы транслируя, что, значит, ну, всё, что происходит, это всё, как бы, ну, не от меня зависит, хороший класс. А это ведь на самом деле не так. Вот. Потому что, как раз таки, всё зависит от вас, как раз таки. И вопрос заключается в том, готовы ли вы принять ответственность на себя за то, что происходит. Это вопрос. Ну, наверное. Наверное. А-а-а-а-а-а. Пока что так. То есть пока что вы... А-а-а-а... Не принимаете... Не принимаете... А-а-а-а... Значит... Ну, личной ответственности. Вот. Пока что. На себя. И, соответственно, Вы спрашиваете, как поступить правильно, как поступить правильно, чтобы что, то есть как здесь можно поступить правильно, и можно ли поступить правильно. На мой взгляд нельзя, потому что как бы вы ни поступили, что бы вы ни делали, все равно решение будет ваше. То есть это вот должно быть ваше решение, ничьё. Вот, а это значит, что правильного решения не существует. Но в союзе это означает, что вы пытаетесь как-то вот избежать ответственности за то, что с вами сейчас происходит. Поэтому, что нужно сделать вам? Вам нужно четко определить наполнение, наполнение своей влюбленности по отношению к молодому человеку. То есть, что она, то бишь влюбленность, из себя представляет. для вас. Вот. И, соответственно, соответственно, исходя из этого уже можно будет действовать. на мой, по крайней мере, взгляд. Вот. Это такой, может быть, выход. Разобраться в себе и понять, что вы чувствуете, как вы чувствуете, почему именно так, именно, ну, именно вот такие ощущения у вас. В этом разобраться может помочь психологу, которого вы можете выбрать у нас на ресурсе. Вот. И с которым можете разобрать и рассмотреть все свои проблемы, которые у вас есть. Вот. И, возможно, даже предотвратить новые. Появление новых проблем. Но, помните, что когда вы, вот, применяете, привносите, наверное, так будет правильно сказать. Когда вы привносите в свою жизнь элемент мистики, вот, меня, мол, вот, меня приворожили и так далее. Когда это происходит, вы снимаете с себя ответственность. Ответственность и, в общем-то, ничего хорошего из этого получиться не может. Просто потому что, вы не влияете на это. То есть, ну, вот, вот, так получается, да, что если вас приворожили, если вас приворожили, то вы не даст и не отвечаете. Вот. А если вы не даст и не отвечаете, значит, вы жертва. Ну, позицию вас, позиция жертв. Это человек, который не несёт никакой ответственности за себя и не отвечает за себя и так далее. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаёте. Тут я думаю, что такой вам можно дать ответ. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их кличку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделать его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.